Большой спортивный день в Сочи. Сразу две автогонки при заполненных до отказа трибунах. В Формуле 4, где довольно успешно выступили россияне, и в Формуле 1. В этом разряде наш соотечественник Даниил Квят оказался далеко от подиума, но запомнился тем, что выпихнул с трассы титулованного немца. А другой немец приехал к финишу первым и повторил рекорд королевских гонок. Семь побед подряд. Тимур Сиразиев подробнее о соревнованиях и не только. В Сочи гонки май, новая формула весеннего праздника. Главная площадь Олимпийского парка словно ожила после долгой зимней спячки. На этой сцене пилоты раздают автографы, и посмотрите, какая очередь. Здесь и сейчас собрались настоящие ценители высоких скоростей. Белгород, Астрахань, Пятигорск, Краснодар, Москва. Уже больше часа стоим точно, но нам нравится это, потому что все время музыка, все время диджей классный, и все время ребенок, который помогает нам не скучать. Для многих это первое знакомство с Олимпийским парком и королевскими гонками. Это нельзя было пропустить. Это же форма, это гонки. Это квят. Все прекрасно, все красиво, хорошо организовано. Никаких проблем с сервисом, с доставкой гостей на автодром. Все хорошо. Очень прекрасное здание, кстати. Главные трибуны. Такого здания я вообще нигде не видел, сколько на гонках бывал. Очень здорово все сделано. Трибуны заполнены на гонку. Приехали 60 тысяч человек. До начала гонки остаются считанные минуты, и у зрителей есть уникальная возможность подробностях разглядеть, болиды и увидеть самих пилотов. Когда начнутся заезды, такой возможности уже не будет. Внимание российских болельщиков приковано к Даниилу Квяту. У него здесь своя трибуна. После третьего места в Китае от Квята ждали чудо. Мы встретили российского пилота перед самым стартом. А как настроение перед стартом? Все хорошо, все, мы готовы к борьбе. Как успокаиваетесь? Вот как успокаиваете нервы, когда начинаете? После 12 лет гонок уже как-то научился. Видимо, полностью успокоиться Квяту так и не удалось. Уже на третьем повороте он дважды врезается в немецкого гонщика Себастьяна Фетеля. В результате четырехкратный чемпион мира влетает в защитное заграждение и выбывает из гонки. У болида Даниила Квята небольшие повреждения. Он заезжает на пидстоп. За столкновение его наказывают 10-секундным штрафом и он выбывает из борьбы за призовые места. Тем временем гонка набирает обороты. На прямых участках скорость болида выше 320 км в час. Невероятное, глобальное, большое событие для города Сочи. И мне очень нравится, что его посетили не только русские, но я вижу, что много иностранцев тут. Среди зрителей президент России Владимир Путин на трибуне вместе с руководителем управляющей компании «Формулы-1» Берни Кустоном. Они общаются под рев моторов. Владимир Путин поблагодарил Берни Кустона за поддержку автоспорта. При вашей поддержке у нас активно развивается и автоспорт, и как важнейшая его составляющая «Формула-1» России. В этом году мы продали 60 тысяч мест на трибуны, но я уверен, что это привлекает внимание любителей автоспорта во всей нашей стране большой, но и не только в нашей стране, но и во всем этом регионе мира. Это делает Сочи еще более привлекательным, как курорт. Мы добиваемся той цели, которую мы перед собой ставили, а именно это постолимпийское развитие Сочи, как многопрофильного курорта круглогодичного. Благодаря тому, что происходит, развивается спорт в Сочи и в России, нам удалось внести свою лепту в этот процесс. Нам было очень приятно видеть российских пилотов «Формулы-4». Мы надеемся, что и в «Формуле-1» они также хорошо себя покажут. Как всегда, весьма и весьма рад находиться здесь. Хочу сказать, что все команды, все пилоты разделяют эти чувства. Соревнования пилотов «Формулы-4» прошли перед началом главного заезда. Владимир Путин встретился с пилотами российской команды. Как долго занимаетесь? Первый сезон. Первый сезон? Да. Ну как, успехи? Нравится? Да. Сегодня завершился первый этап. Так, результаты какие? Два россиянина на подиуме. Молодцы. А это кто? Убийц. Убийц. Два россиянина, раз и все руки поднимают. Команда одна семья одна, поэтому они все руки поднимают. Всего доброго. И вам всем успехом, ребят? Всего доброго. В соревнованиях «Формулы-1» обошлось без сюрпризов. Победитель – лидер сезона, немецкий пилот «Мерседес» Ника Росберг. На втором месте его партнер по команде Льюис Хэмильтон. На третьем – финн Кимми Райкинин из «Феррари». Даниил Квят из «Рэдбула» на пятнадцатом. Перед церемонией награждения Райкинин признается Владимиру Путину. Очень понравился Олимпийский парк. Президент пообщался с немецким гонщиком. Много людей. 60 тысяч человек. Очень радостный знакомый партнер приехал. Он растет в этом стране. Этот спорт развивается на сегодняшний день. Я всегда это. Благодаря вам, у нас развиваются различные сегменты. Люди с удовольствием смотрят на вашу работу, если не позвать на работу. И вот самый радостный момент. Победитель поднимает заветный кубок, инфрустированный уральскими изумрудами. По традиции его вручает Владимир Путин. Сотни счастливых болельщиков выбегают на трассу и радуются вместе с победителями. Они увидели все сами. И для них это тоже победа. Тимур Саразиев, Сергей Шилин, Алексей Чуев, Кирилл Зотов, Алена Евтюкова, Первый канал, Сочи.